Трудно представить, но многие предметы из повседневной жизни современного человека, которыми мы пользуемся до сих пор, существовали уже сотни, а то и тысячи лет назад. В этом видео вы увидите самые древние экземпляры привычных нам вещей, сохранившиеся до наших дней. Обязательно подписывайся на канал, ну и ставь лайк. Самая древняя в мире записная мелодия. Возраст 3400 лет. Музыка сейчас является неотъемлемой частью жизни почти каждого человека. Мы слушаем ее постоянно и везде. Самая древняя в мире записная мелодия. Хурийский гимн. Записанный при помощи клинописи на глиняной табличке. Является стареющей записной мелодией в истории человечества. Артефакт, датируемый 1400 годами до нашей эры, был обнаружен в городе Угарит, на территории современной Сирии. Мелодия исполнялась на лире во славу жены лунного бога. Самая древняя в мире анимация. Возраст 5000 лет. Как и музыка, кино, сериалы, мультики и просто любые интересные нам видео уже давно стали очень важной основой нашего времени. А вот так выглядит самая древняя в мире анимация. В Национальном музее Ирана хранится 10-сантиметровый глиняный кубок для питья, на котором по кругу изображены 5 последовательных сцен движения козы. Сначала животное скачет в направлении дерева, затем поедает с него листву. Вращая кубок вокруг вертикальной оси, можно увидеть простую анимацию. Ученые датируют это изделие третьим тысячелетиям до нашей эры. Самые древние в мире носки. Возраст 1500 лет. Носки, они бывают разные и самые необычные. Но знали ли вы, что древнеющие в мире носки жители Древнего Египта были связаны 1500 лет назад, между 300-м и 499-ми годами от Рождества Христова. Носки одевались специально под сандалии, отсюда их оригинальный внешний вид. Что интересно, даже через 1500 лет эти носки смотрятся вполне конкурентоспособно на фоне даже самых оригинальных носков современных дизайнеров. Самая древняя в мире обувь. Возраст 5500 лет. Подобно носкам, любая обувь является неотъемлемой частью нашего гардероба и повседневного внешнего вида. Самая древняя в мире обувь была найдена в одной из пещер. Несколько слоев овечьего навоза и травы, под которыми была сделана находка, выполнили роль консерванта. Обувь прекрасно сохранилась, пролежав в сухой и прохладной пещере около 5500 лет. Удивительно, насколько сильно древний макаси напоминает некоторые модели современной обуви. Самые древние в мире штаны. Возраст 3400 лет. Поднимаемся выше и доходим до самых древних в мире штанов. На территории древнего некрополя в западном Китае археологи обнаружили самые старые штаны в мире. Они сотканы из шерстяной ткани и украшены сложным орнаментом. Вероятно, штаны принадлежали кому-то из азиатских кочевников, живших примерно 3400 лет назад. По мнению ученых, эта находка подтверждает, что именно кочевники первыми придумали штаны для удобной езды на лошадях. Самый старый в мире бюстгальтер. Возраст 500 лет. Но как же обойтись без обязательного атрибута любой дамы? Этот бюстгальтер носили на территории Австрии в период между 1390 и 1485 годами. Хотя это самый старый из сохранившихся бюстгальтеров, в летописях встречаются и более ранние описания мешочков для груди. За 500 лет самые оригинальные современные бюстгальтеры далеко ушли от своего прародителя. Но первая модель тоже может вполне сойти за винтажную ретро-классику. Самая древняя в мире сумочка. Возраст 4,5 тысячи лет. Переходим к другому, не менее важному атрибуту женщины. Сумки сейчас особенно и даже весьма не дешевая вещь. Ну а самая древняя в мире сумка была найдена на территории Германии в захоронении бронзового века, датируемым 2500-2200 годами до н.э. За тысячи лет кожа и ткани, из которых она была изготовлена, разрушились. Сохранились лишь собачьи зубы, которые, вероятно, служили сумочке, украшением и защитой. Самые древние в мире солнцезащитные очки. Возраст 800 лет. Очки особенно и в то же время важная и полезная вещь для многих людей. Они могут придавать особенного стиля его носителю и являться просто неотъемлемым аксессуаром. Изобретателями первых в мире солнцезащитных очков можно считать эскимосов. Снежные очки, как называли их сами эскимосы, создавались из кости, кожи или дерева. Тонкие щели на очках были предназначены для защиты глаз от снежной слепоты, вызванной ярким солнечным светом. Первые подобные очки, как утверждают ученые, появились еще несколько тысяч лет назад. Самый древний из существующих экземпляров был изготовлен из моржевой кости, всего лишь между 1200 и 1600 годами нашей эры на острове Баффин в Канаде. Конечно, древние очки не обладают крутыми функциями современных высокотехнологичных солнцезащитных очков. Зато благодаря простоте и надежности они спокойно просуществовали еще 800 лет. Самый древний в мире презерватив. Возраст 370 лет. Контрацептивы тоже весьма полезные и важные изобретения для человечества, которые придумали, как это самое человечество немного сократить. Самый старый из сохранившихся презервативов был найден в Швеции, в городе Лунд. Древний контрацептив, датируемый 1640 годом, был сделан из свиной кишки и мог использоваться многократно. До наших дней дошла инструкция на латыни, рекомендующая стирать презерватив в теплом молоке после каждого использования. Презервативы 17 века, изготавливаемые из овечьих и свиных кишек, плохо защищали от венерических заболеваний, поэтому ученые считают, что в основном их использовали для предотвращения беременности. Вообще, первые упоминания презерватива датируются 1564 годом. Итальянский врач и изобретатель Габриэло Фаллопио придумал надевать на мужской половой орган длиной мешочек, пропитанный всевозможными химикатами. Самая древняя в мире жвачка Возраст 5000 лет Еще одна резинка, на этот раз жевательная, также была придумана весьма давно. Самой древней из известных жвачек считается кусочек, окаменевшей березовой смолы времен неолита, найденной на территории Финляндии. Жвачка, сохранившая следы зубов человека каменного века, датируется концом 4-го тысячелетия до нашей эры. Древесная смола содержит фенолы, обладающие антисептическими свойствами, поэтому древние люди жевали смолу и кору деревьев, чтобы избавиться от болезней полости рта. Кроме того, часто смолу деревьев использовали как клей, чтобы, например, склеить разбившуюся глиняную посуду. Самый древний в мире сыр Возраст 3600 лет Сыр Его применение сейчас существенно отличается от 17 века. Так, в 20-м столетии в пустыне Тагломака на северо-западе Китая были найдены прекрасно сохранившиеся мумии, на груди и шее которых находились небольшие комочки сыра, используемые, видимо, в качестве украшений. Ученые уверены, что этот сыр был приготовлен на основе закваски. Аналогичным образом и в наше время изготавливаются некоторые сорта сыра и кефир. Результаты исследований показали, что найденный сыр датируется приблизительно 1615 годом до нашей эры, что делает его самым древним сыром на планете. Самый древний в мире протез Возраст 3000 лет Особенно важным изобретением человечества являются искусственные протезы. При изучении древнеегипетской мумии, похороненной примерно 3000 лет назад, археологи обнаружили, что на ее правой ноге вместо отсутствующих пальцев были прикреплены деревянные. Чтобы подтвердить свою догадку, исследователи создали точную копию найденного артефакта и протестировали ее с помощью добровольца, имеющего подобные увечья. Испытания показали, что деревянные пальцы применялись именно для ходьбы, а не в косметических целях. Благодаря им человек мог не только свободно передвигаться, но и носить сандалии, которые являлись основной обувью в древнем Египте. Догадка ученых оказалась верна. Им удалось обнаружить самый древний из известных протезов. Сегодня, когда существуют даже оригинальные протезы для животных, вряд ли кого-то можно удивить протезированием части ступни. Однако появление подобного протеза 3000 лет можно смело назвать фантастическим научным прорывом того времени. Самый древний в мире общественный туалет со смывом. Возраст 2000 лет. Как перестать долго сидеть на унитазе? Это вы можете узнать в видео по подсказке. Обязательно посмотри. Ну а в древнем городе Эфес, находящемся на территории Турции, был обнаружен самый старый общественный туалет со смывом. Под литое с отверстиями для нужды была скрыта яма с дренажной системой. Примечательно, что там же нашли орудие, напоминающее весло. Вероятно, в жаркие дни с помощью этого весла слуги ускоряли чистку туалетной ямы, подталкивая ее содержимое к дренажу. Следует признать, что туалетная тема близка к человечеству, как никакая другая. Возможно, поэтому оно постоянно изобретает все новые и новые оригинальные общественные туалеты. Самая древняя в мире монета. Возраст 2700 лет. Про деньги думали везде и постоянно, особенно во времена, когда еще не было банков, кредитов и налогов. Стареющая из известных ныне монет была обнаружена среди руин того же древнегреческого города Эфес, некогда процветающего центра торговли над побережью Малой Азии. Монета была изготовлена более 2700 лет назад из сплава золота и серебра. Металлическая заготовка помещалась на матрицу с вырезанной львиной головой, после чего мастер наносил удар молотком по обработанной стороне заготовки. В результате получилась монета с выпуклым изображением львиной головы на Аверсе и вдавленным следом от удара на реверсе. Самая древняя карта мира. Возраст 2800 лет. Самая древняя карта мира – глиняная табличка из Месопотамии, датируемая рубежом 8 и 7 веков до н.э. Считается самой древней картой мира. Примечательно, что карта Вавилона содержит не только реальные, но и вымышленные географические объекты. Самый старый глобус. Возраст 510 лет. Конечно же, после того, как люди убедились, что Земля круглая, был изобретен глобус, а карта Земли стала наиболее понятной и ясной. Для того, чтобы первый известный глобус, сохранившийся до наших дней, имел сферическую форму, его собрали из широких частей двух страусиных яиц. Затем гравер кропотливо перенес на поверхность шара известную карту Старого и Нового Света. Ученые считают, что этот глобус был изготовлен в итальянской Флоренции, возможно, даже в мастерской самого Леонардо да Винчи. Первый глобус настолько оригинальный, что и в наше время он не затерялся бы среди самых необычных современных глобусов. Самая старая книга в мире, отпечатанная типографическим способом. Возраст 637 лет. Книги сейчас самый основной источник информации, наверное, может быть все же после интернета, но если бы не они, то и в сети ничего бы не было. Самая старая книга в мире, напечатанная типографическим способом, появилась в Корее в 1377 году. За целых 78 лет до появления Библии Гутенберга, долгое время считавшейся первым печатным изделием. Это был буддийский документ под названием Чикчи, содержащий жизнеописание великих буддийских монахов и избранные места из их проповедей, помогающие постичь суть великого учения Будды. Сегодня эта книга находится в Парижской национальной библиотеке. Самый древний в мире записанный рецепт точно бы пригодился многим любителям Хмельнова даже сейчас. Древние шумеры, проживавшие в Южной Междуречии, оставили после себя самый древний рецепт пива, датируемый 3000 годом до нашей эры. При точном соблюдении рецепта получается крепкий пивной напиток, в котором должны плавать кусочки хлеба. Самый древний в мире музыкальный инструмент. Возраст 42 тысячи лет. Ну и как же без музыки? Даже десятки тысяч лет назад она являлась важной, особенно для тогдашнего населения планеты. Ученые утверждают, что возраст костяной флейты, найденной в пещере на юго-западе Германии, составляет не менее 42 тысяч лет. Первые музыкальные инструменты изготовлялись древними людьми из костей птиц и бивней мамонта. Есть мнение, что именно музыка позволила получить преимущество Homo sapiens над неандертальцами. Самая древняя в мире антропоморфная статуэтка. Возраст 35-40 тысяч лет. Завершает этот список, найденный в пещере на юго-западе Германии, самая древняя в мире антропоморфная статуэтка. Ученые считают, что неизвестный скульптор вырезал ее из бивня мамонта, бедные мамонты, примерно 35-40 тысяч лет назад. Есть мнение, что выразительная фигурка женщины с гротесно преувеличенными половыми признаками использовалась нашими предками как символ плодородия. Безусловно, эта статуэтка обладает огромной исторической и коллекционной стоимостью. Если бы она продавалась, то вполне могла бы попасть в число 10 самых дорогих статуй мира. Вот и все. Обязательно подписывайся. А если это видео было интересным, ставь лайк. Смотри эти видео, которые тебе точно понравятся. До новых встреч, удачи и спасибо за просмотр.